МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Личностный рост за счет общения в Газпромнефть-Муравленко проходят тренинги для молодых специалистов. Больше профилактики, меньше смертность на дорогах. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил федеральную целевую программу повышения безопасности дорожного движения. И россияне смогут выбрать не только между накопительной и распределительной частями пенсии, но и негосударственный фонд. Причем не только в 2013 году. Ямал самый устойчивый регион России. Лучшим наш округ признан по уровню социально-политической устойчивости. В сентябрьском рейтинге фонда Петербургская политика в категории регионов с максимальной устойчивостью Ямал сохранил свои позиции. У округа по-прежнему самый высокий, абсолютный показатель 9 баллов из 10. Добавлю только, что фонд Петербургская политика входит в первую тройку медиарейтинга коммуникационных агентств за 2012 год. Признан самым цитируемым российским исследовательским центром, работающим на рынке политического анализа. В эти дни на предприятии «Газпромнефть-Муравленко» проходят тренинги личностного роста для молодых специалистов по программе «Три рубежа». Общаться эффективно. Екатерина Моногарова, московский бизнес-тренер, в рамках программы «Три рубежа» проводит в компании «Газпромнефть-Муравленко» тренинги личностного роста для молодых специалистов. Для тех, кто работает первый год, разработан тренинг «Эффективные коммуникации». В ходе двухдневной работы сотрудники осваивают теоретическую базу, а параллельно закрепляют полученные знания во время практических упражнений. Получают слушатели и домашние задания. Сразу, чтобы сказать, люди, пройдя двухдневный тренинг, выйдут и начнут блестяще простраивать отношения как в личной жизни, так и на работе, в первую очередь, конечно же, я не могу дать такую гарантию. Это навык, который либо приобретается, если ты его поддерживаешь со своей стороны, я говорю, что у нас есть посттренинговый практикум, либо он в зачаточном состоянии. Так же и остается, потому что навык общения есть у всех. В числе используемых техник, навыки обратной связи, работа в конфликтной ситуации, активное слушание. Ильдар Кашапов, как и другие участники тренинга, работает в компании «Газпромнефть Муравленко» первый год. Молодой специалист считает, что такие занятия необходимы. Существуют обязательно барьеры какие-то при общении с человеком. Данный тренинг как раз таки направлен, чтобы либо уменьшить какие-то барьеры, либо вообще их разрушить, чтобы общение с человеком было на одном уровне. Тренинг так построен, что информация усваивается достаточно легко. Мы проходим теоретические какие-то и сразу закрепляем это на практике. Ну и, как сказал Екатерина, у нас будет еще домашнее здание. То есть необходимо все равно практиковать это. Нельзя просто за два дня всему научиться. То есть в дальнейшем надо заниматься над собой. Сотрудники, работающие третий год, в эти дни проходят завершающую ступень тренинга – инициативность и личная эффективность. Цель этапа – научить молодых людей брать на себя ответственность, проявлять инициативу, находить выход из самых неблагоприятных ситуаций. Компании «Газпромнефть» и филиале «Газпромнефть Муравленко» огромное внимание уделяется работе с молодыми специалистами. Данное направление является очень важным и стратегически значимым для компании, потому что те новые молодые люди, которые приходят на наше предприятие – это дальний кадровый резерв, это дальние управленцы, в них вкладываются очень большие инвестиции и как раз таки работают они на основе программы «Три рубежа». В современном мире просто хорошим работникам быть недостаточно. Уметь работать в коллективе тоже очень важно. А программа «Три рубежа» для этого и призвана – помочь новым сотрудникам успешно пройти адаптацию на производстве. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик, Тимофей Сопильник. Новости нашего города. За гражданами остается право выбора не только между накопительной и распределительной частями пенсии, но и не государственного пенсионного фонда, как в 2013, так и в 2014 и в 2015 годах, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Более того, Моисеев подчеркнул, что это относится к накоплениям всех НПФ, которые не проверены Центробанком или не участвуют в системе обязательного пенсионного страхования. Если не государственные пенсионные фонды решают не работать больше в системе обязательного пенсионного страхования или если фонды не могут пройти этот фильтр, тогда эти деньги остаются на счете ПФР. Тело тоже переводится на счет в ПФР. Взносы, уже накопленные в НПФ, никто не трогает, кроме тех случаев, когда НПФ не проходят или не хотят проходить проверку ЦБ, сообщил замминистра. Фонд общественного мнения выяснил, что две трети россиян трудоспособного возраста хотели бы уже сегодня узнать размер своей будущей пенсии, но большинство из них считает, что задолго до выхода на пенсию это сделать нереально. Однако новым пенсионным калькуляторам, позволяющим рассчитать ее примерный размер, хотят воспользоваться половиной опрошенных, а 2% это уже сделали. Все вопросы задавались людям трудоспособного возраста, мужчинам до 60 лет, женщинам до 55. Так вот, из числа опрошенных не доверяют пенсионному калькулятору 65%. Эти люди уверены, что задолго рассчитать размер пенсии невозможно. В то, что это сделать реально, верят 18% респондентов. И 17% затруднились ответить на вопрос социологов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил федеральную целевую программу повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах, сообщается на официальном сайте правительства. Предполагается, что принятие программы позволит сохранить накопленный потенциал в области обеспечения безопасности дорожного движения и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в ДТП в России и сформировать предпосылки для реализации целей снижения дорожно-транспортного травматизма на следующие десятилетия. Министерство внутренних дел рассчитывает с помощью реализации этой программы уже в 2016 году снизить число погибших в ДТП на 5,3%, а к 2020-му аж на 28,8%. На заседании правительства Медведев сообщил, что ее финансирование составит свыше 32 миллиардов рублей. При этом за счет средств федерального бюджета будет направлено 17 миллиардов рублей. В Кабинете министров напомнили, что результатом исполнения аналогичной программы 2006-2012 годов стало снижение числа погибших в ДТП до 27 953 человек. В 2011 году по сравнению с показателем 2004 года 34 506 погибших. В Муравленко, как и в других населенных пунктах страны, работают по предупреждению аварийных ситуаций. Уже в ближайшее время в городе заработает 8 новых светофоров. Об этом и многом другом в рубрике «Актуальное интервью». Ее гости – начальник отдела ГИБДД Владимир Хорошун. Владимир Владимирович, сейчас вот такой переходной период, когда осень еще не закончилась, а зима, наверное, еще не уступила свои права. Чем опасно для автомобилистов в такое время года? Ну, Вы правильно сказали. Тяжелое время – это даже, наверное, посложнее, чем переход зимы на лето, потому что все-таки люди привыкли к лету, сцепление с дорогой было намного лучше на асфальте. Сейчас уже ночью подмораживает, ледок появляется первый. То есть самый сезон переобуваться на зимнюю резину. В сутки мы сейчас регистрируем до 9 ДТП с механическими повреждениями. И, конечно, львиную долю из них имеют те ДТП, это вот в районах стоянок, магазинов, где люди сдают задним ходом. Многие водители стоят сейчас перед таким выбором непростым. Какие зимние шины предпочесть? Вот шипованные или так называемые липучки? То есть без шипов. Что Вы бы посоветовали? Ну, знаете, тут что-то посоветовать. Каждый для себя выбирает сам. То есть кто попробовал ездить на шипованные резины, конечно, сейчас шипы должны быть все четыре. То есть не как раньше на одной оси должны быть шипованные. А то есть машина из шипованной, то шипованная полностью. Кому-то нравится шипованные, кому-то нравится липучка. Но это не панацея. То есть это как дополнительная безопасность, то есть увеличивается сцепление с дорогой, но оно все равно не будет так же качественно, как, например, на сухом асфальте летом. Все равно надо лишний раз подумать, а может быть вообще не стоит ездить зимой. Вы бы сегодня как оценили бы все-таки состояние муралинковских дорог? Ну, если автомобили так, то дорожники как на ваш взгляд все-таки подготовились зимой? Ну, знаете, ну, не знаю, сказать, что совсем плохо, вроде смотрят, что люди работали. Но, тем не менее, по городу ездить и видим, если взять все улицы, которые перпендикулярны улице Ленина, в одних и тех же местах у нас просадки, в одних и тех же местах, когда идет дождь, собирается вода. Это что шестая школа, это что четвертая школа, что первая школа. Вот это низина, постоянно собирается вода. Ну, естественно, зимой, наверное, там будут проблемы, да? Ну, если вовремя воду не откачают, конечно, появится лед. Потом нужно будет это счищать, это больше песком засыпать. В Муравленко начали появляться новые светофоры, или как правильно назвать, светофорные объекты, да? Светофорные объекты, да. Ну, вот по улице Дружба народов, вот один из указателей, который будет говорить водителю о том, какая у него скорость. И на пешеходных переходах новые светофоры, пока они не работают, да? Когда заработают и сколько их? Ну, к концу месяца, да, они должны заработать их. На восьми пешеходных переходах уже установлены. Кто в отпуск ездил в этом году, наверное, видел, что достаточно много по России уже установлено этих светофорных объектов. Для нас оно может быть даже наиболее актуально, потому что ведь с каждым днем все световой день короче и короче. Понятно, что нас на каждом пешеходном переходе сделали освещение. Освещение есть. На некоторых дополнительное освещение. Двухцветными покрашены пешеходные переходы, а двумя цветами покрашены. То есть тоже это влияет на безопасность, дает свои плюсы. Ну и дополнительно, конечно, такой светофор вообще в темное время, его невозможно не увидеть. Автомобилисты у нас все-таки, ну, на ваш взгляд, они готовы к зиме? Нет, на сегодняшний день нет. Как я говорил уже, ну, когда 9 ДТП в день для нашего города, это много. Хотел бы обратиться не только к водителям, но и к пешеходам. Пока не установилась погода, скажем так, холодная, потому что при 10-15 градусах с минусом уже сцепление с дороги достаточно хорошее. Пока не наступила зима, будьте внимательны и, конечно, взаимовежливы. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 10 октября в Салихарде минус 5, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. В Муравленко 10 октября минус 6, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.